Приветствую вас на первом циничном канале. И сейчас мы поговорим об одной очень специфической форме рабства. Назовем это рабство самому себе. Как вы считаете, может ли быть человек одновременно рабом и рабовладельцем? Причем своим собственным рабовладельцем и своим собственным рабом. На самом деле может. Можно было бы назвать эту форму рабства, рабство власти. Но я думаю, рабство самому себе будет более точным. Был вопрос от подписчика. Подписчик мой бывший коллега. Подписчик работает в налогоинспекции. Являюсь ли я рабом? Ну и, соответственно, описана ситуация. Что работаю в налогоинспекции, что нравится. То есть, да, кстати, работал бы даже без денег, даже без зарплаты бы. Я опубликую полный вопрос в описании этого сюжета. Он объемный довольно. Но суть. Что работал бы даже без зарплаты. Что нравится? Нравится ощущение власти, нравится доступ к закрытой информации. То есть информация, которая не всем доступна. Соответственно, начальнику задницу не лежу. Общаемся на равных. Вот являюсь ли я при таких, как говорится, вводных рабом? Ну, забегая вперед, опять же. Да. Но здесь форма рабства немножечко другая. Это не то же самое, что там, ну, основная масса людей там просто раболепствует перед начальником. При том, что этот начальник сам там князек какой-то, не более. Здесь рабство более интересное. И для меня оно более интересное, потому что я через него прошел. Сам вот все, что сейчас буду говорить, через все, через это прошел. Итак, рабство самому себе или рабство власти. Вообще, кому вы являетесь рабом? Ну, минимум, вы являетесь рабом своему прошлому. Сто процентов. Желание власти, оно, как правило, проистекает из прошлого. Сейчас объясню. Дальше вы являетесь рабом, ну, скажем, наркоторговцу, ибо власть это наркотик. И тому, кто дает власть, вы все равно являетесь рабом. И дальше вы являетесь рабом, по сути, самому себе, своим вот этим ощущением от власти, которое получаете. Но по порядку, собственно. Своё прошлое. Почему мне нравилось налоговое? Мне обалденно понравилось первое налоговое. Первая работа, в которой, ну, собственно, первая налоговая, в которой я работал Это 32-я налоговая была Почему понравилась? Я туда попал после колледжа В 19 лет Ну, как в 19, в неполные 20, получается То есть в 19 По паспорту 19 лет, и буквально там через 3 месяца 20 исполнилось Школа, 11 классов, колледж, 3 года очного образования И вот она, налоговая И власть Вот это первое, что как раз называете, что власть нравится Мне власть очень понравилась Объясню, почему она мне понравилась Потому что я был рабом своего прошлого Представьте, что такой человек, наш вот такой советско-российский человек Ну, лет там до 20 с чем-то Ну, а уж до 19, это точно Это... Я когда в 19 лет фамилию сменил У меня прям отлегло Я фамилию и отчество сменил У меня отлегло, потому что та старая фамилия у меня ассоциировалась, знаете, как это? Кличка Бабик Сюда Вообще, с чем ассоциируется фамилия у человека, ну, где-то до 20 лет? К доске Фамилия, она, как правило, вот, во-первых, никто не обращается ни по отчеству, тем более редко по имени Обращение по фамилии к доске Бабик, к доске, Бабик, принеси Поэтому своя фамилия, она всегда как-то воспринимается очень своеобразно российскому человеку Он откровенно задерган, задрочен Так вот, и у меня она так же воспринималась Школа, это жесть Вообще, наша российская школа, это жесть Это большего унижения придумать нельзя Но основную массу людей она ломает, как правило, к средней школе И поэтому он уже не унижается Это как покойника бить Ему уже не больно Но если не сломаетесь, то это 10 лет ада Так вот, и что здесь? Три года вы отучились И раз к вам приходит на прием директор Директор школы какой-нибудь, соседний Не ваш Я мечтал, чтобы ко мне мой пришел Но попал в другую налоговую Он мне не относился территориально Я просто мечтал с ним встретиться Так вот, приходит директор школы Да, они мне все на одну рожу были По большому счету И вот здесь я понимаю Заходит в кабинет человек, для которого Ну, по сути, я говно Ну, как я Его подопечные, которые для него говно Они на три года младше меня И он-то, в принципе, это понимает И поэтому может даже ошибку сделать И часто делали То есть он заходит Запросто, как к себе в кабинет Сережа, вот здесь кто-то сам Там, не знаю, документы Сережа Хороший ты сюда, заходи Естественно, все официально Естественно, я хамить не буду Но уже где-то ко второму разу Из его пятнадцати, может быть, появлений У меня в кабинете Он понимает, что, во-первых, не Сережа А Сергей Батькович Во-вторых, перед заходом надо в дверку стучать Потому что кабинет не его И понеслась И вот так вот, по полной программе Месяц А потом его уже трясет Потом у меня уже от этого Батьковича В ушах звенеть начинает Потому что его снимут К концу второго месяца Если он сейчас эту регистрацию не проведет И вот здесь-то, конечно, кайф Конечно Потому что, а как иначе Тебя десять лет Что называется, вдоль и поперек И вот здесь приходит примерно тот, кто тебя Ну, его коллега Который там сотни таких, как ты, вдоль и поперек И ты его вдоль и поперек За две минуты Красота Понимаете, это же Я не гасил кого подряд Просто вот, кого попало Я про ГУЛАГ читал Не помню, в чьей книге было написано Описание ГУЛАГа Посадили в какой-то момент в ГУЛАГ Партийных деятелей, женщин И над ними бригадир был Из уголовников, по-моему А, нет, не из уголовников, а из политических как раз Как ни странно, попал бригадир Так вот, и в какой-то момент они к нему приходят Одна активистка И говорит Вы знаете, мы всю жизнь вот в партии проработали Мы не можем грунт копать По 4 кубометра грунта в день выкидывать У нас там уже буквально неделя первая работа И люди падают И он говорит А, работники партии? Вот если бы были форточницы или проститутки Я бы вам сейчас дал окошки мыть И вы бы норму делали там по 150% в день Но вы работники партии И когда меня работники партии раскулачивали Там 10 лет назад С детьми выкидывали на улицу Я, ну, дом отобрали С детьми на улицу выкинули Я их спросил, что А детей-то за что? И на что мне сказали Таков советский закон Так вот, говорит Теперь выполняйте советский закон Выкидывайте по 4 кубометра грунта в день Вот примерно то же самое Когда ко мне приходили какие-то пацаны Которые мы вот тут фирму зарегистрировать решили Да ради бога Регистрируем Но когда приходил директор школы Ты понимаешь, что Ну, как бы Для него дети скот И во мне он видит того же ребенка Я на 3 года старше Вот я тебе сейчас и покажу Кто скот, а кто не скот И знаете, что интересно? Я их проверял на прочность Они оказались очень хлипкие Они оказались вообще никудышные Как их кабинет раздувает То есть в кабинете они такие Прямо вот Прямо директор школы А здесь его немножечко сожмешь И И где было-то? Куда, как говорится, понты-то вмещались? Сдулся Сдулся на второй раз А его там гоняешь раз 10 Чтобы прочуял, понял Как этого в кабинет ходить Как под дверью стоять Как зайти И тебе не предлагают сесть А сам не сядешь Стул стоит Но не сядешь Пойми, прочувствуй Что такое власть Она же тебе нравится власть Ну вот и пойми Что у нее есть две стороны У этой медали У власти И сейчас я тебя, как говорится, второй Накормлю так, что из ушей дым пойдет Может быть первый раз придешь Там на учителях Оторвешься, на детях Но третий, пятый, десятый Уже же не будет хватать Вот, директор школы Это было просто объедение Так вот Что еще одна категория Вообще, если вы заметили То в нашей жизни, в бытовой Очень много хамят Нахамить человеку Это запросто Мне в этом плане Кавказский мир нравится Мусульманский Ну, как ни странно Да, мир, где В том числе и кровная месть может быть Там не так просто человеку нахамить Там за слово придется ответить За каждое слово А у нас практически Там, не знаю Говно относится ко всем Как к говну И в основном ничего не сделаешь С этим То есть тебе нахамили А что сделаешь? В морду дашь? Ну, менты приедут И так же здесь То есть заходит какая-то там Мадам У которой только что Она там, не знаю Может быть мужем недовольна Может зятем недовольна И люди очень часто отрываются На прохожих Не знаю Вам может кассир нахамить И даже целая теория В психологии появилась Что, ну, нельзя человеку отвечать Как говорится Хамством на хамство Мало ли как Вы же не знаете Почему он вам нахамил Может у него там день не сложился Ну да Грубо говоря Будь грушей Так вот Заходит какая-нибудь такая А что-то у вас тут все не так Что это я буду делать там Что это вы мне вообще тут Втираете Просто вот с этого начинает Мне даже начальник отдела Одно время говорила Что, ну, не надо их там давить Потому что они нас и так Сразу за сволочей считают А еще больше будут У меня такого не было Я всегда считал Что если человек меня считает За сволочь Просто не зная Только войдя в кабинет Надо ему доказать Что я архи сволочь Только так Ни в коем случае Не надо оправдываться И вот то же самое Она заходит там Да что у вас тут Да там, не знаю Просто вот говорит Что нужно сдать Такие документы Да что вы мне тут говорите На это на все смотришь Просто, не знаю Как анаконда 11-метровая на кролика Который подбежал Обматерил ее И вот сейчас плюнуть хочет Шикарно Думаешь, ну-ну Но анаконде не полагается Сразу как бы реагировать Она смотрит Думает Ну а потом она встает И Мое почтение 11-метровая анаконда Так вот Когда у кролика Кости хрустнут Просто мгновенно Он конечно подумает Что ой-ой-ой Зря, зря С поганым зятем Надо было разбираться напрямую И не выливать Свои крольчачьи помои Вот на этот организм 11-метровый Но уже поздно Уже поздно Вот Что еще было Ну прикол у меня даже был По службе один Приходит мой одноклассник Я три года отучился В колледже И занял госдолжность И не слабую Фирму регистрировал Приходит одноклассник Курьер Одноклассник не просто Одноклассник А который в свое время Когда у нас поборы вымогали И я не сдавал в школе А вымогали прямо у детей У учителя Ко мне подходил А почему все сдают Его учителя накачивали А почему все сдают А ты не сдаешь Я вот должен Такой вот гнида Просто гнида Которая найдется В принципе в любом коллективе А почему я должен сдавать А ты не сдаешь Такой вот сознательный Был одноклассник И он меня видит Такой опа Там здорово Здорово Вот А как сюда попал Я буквально в двух словах Говорю что ну как попал Колледж закончил и все В кабинет заходим Я говорю вы представитель Да Вот Все он обосрался То есть я его сразу же осадил Никакой дружбы Ничего Он был для меня гнидой Ну и все Он ей остался Но теперь у меня тут стол А у него там стульчик На табуреточку А представитель Представитель А то бишь курьер Давайте документы Погнали После этого Мне одна из теток Там соответственно коллег Говорит что Ну теперь его будут засылать Узнают что Блат есть Я говорю Блат Будет засылать его работодатель Как бы сюда на регистрацию Я говорю с таким Блатом Они здесь ничего не зарегистрируют Говорю им не стоит его сюда засылать Все больше его не было То есть я его просто опустил Показал ему место Все Кто курьер Кто как говорится Госслужащий Был гнидой Гнидой остался Так вот Это приятно Это приятно Но не есть хорошо Наркотик тоже приятен Но не есть хорошо В какой-то момент Вы все равно понимаете Что Да Директора школы раскатать Конечно приятно Особенно когда Три года назад Он вас самих катал Но Директоров школы много Если вы этого В буквальном смысле проглотите На его место придет второй Проглотите второго Придет третий Они бесконечны А жизнь у вас одна И если вы В жизни ищите Ну просто какое-то там Социальное удовлетворение Сатисфакции Все нормально В налогу можно работать Она будет Может быть даже Чтобы в душу не лезли Вот это Возможность там Любому двинуть Это нормально Но если вы понимаете Что все-таки Жизнь-то одна Надо душу развивать Надо личность развивать То это уже не срабатывает Поэтому в 19 лет Немножко сабелькой Помахать Оно неплохо Наверное Может быть не очень хорошо Но не могу даже сказать Что плохо Как-то понять Что вот Равновесие Это в жизни устанавливается Может быть даже Почувствовать власть Чтобы понять Что она суть ничто Три года назад Тебя Вот этот В кабинете Ну или такой же А сейчас ты его Потому что кабинет твой Посмотреть власть Со всех сторон Что она на самом деле Суетна И ничего не стоит А потом Может быть через там Полгода Опять тебя будут А потом ты его И так далее И люди которые Были реальные случаи Люди которые Там Следователь его Вел дело По 58 статье Ссылал в лагерь Потом к нему Попадал в бригаду Тот в лагере Бригадиром становится Следователя Как рядового зэка Привезли Ну и все Хрен ему о непайках Повышенная Сдох С голоду Все это интересно Посмотреть вот этот Круговорот Что человек не выше человека И если человек выше человека То это вот сейчас Таков расклад А потом он немножко Перетасуется И капец Обменялись ролями Это было здорово Это был опыт Но жизнь на этом Зацикливать нельзя И когда ты понимаешь Что кроме этого Есть любовь Есть развитие Есть красота в жизни Есть разнообразие То все Это уже становится наркотиком То есть это Легкое удовольствие Власть Это очень легкое удовольствие Как говорится Ширнулся и готово А удовольствия Действительно стоящие Они как правило Их надо развивать Их надо взращивать Вкус воспитывать нужно А это слишком просто Это топорно Это действительно наркотик Поэтому становишься Рабом прошлого Не знаю как у вас Но у меня это было Я во многом Этой властью Наслаждался Именно потому что Надо было Немножко по прошлым счетам Заплатить Школе Да как-то и обществу даже Которое постоянно хамит Я заплатил Я заплатил Мне вот так вот Года хватило Я там полтора отработал Но вот эта власть Была такая мощная Очень в течение года Я свои счета закрыл На тот момент На 19 лет Перед обществом Перед школьной системой Закрыл счета в полном объеме Так вот Дальше Становишься рабом Не только прошлого Но и работодателя Не рабом в том плане Что задницу будешь вылизывать А в том плане Что тебя от этой власти отлучат Я видел как тетки Которым было по 60 Умоляли Чтобы им до 61 Продлили работу На госслужбе 60 критический возраст был Они просто не могли себя найти Не то чтобы у них пенсия мала У них мужья были Но они не могли себя найти На этот наркотик подсаживаешься И поэтому потом Становишься рабом наркотика И если тебе наркоторговец Сразу ничего не предъявляет Он не говорит Что вот как говорится Один раз шернулся А второй не дам Второй на Третий на Это же не значит Что он никогда не предъявит Когда-то предъявит Когда-то могут перевести на должность Где власти не будет То есть в любом случае Становишься рабом В некотором смысле И наркоторговца Но и самое главное Становишься рабом самого себя Без власти ты ничто Вот весь этот кайф Все твое положение Сейчас определяется властью И без нее ничто человек Мне такой Ну как бы не знаю Просто как казарение было Как откровение Когда я решил оттуда уволиться Все таки И я понял Что я даже выше этого Вообще Перешагнуть Вершины Которые перед тобой стоят Это здорово Но перешагнуть В качестве вершины Самого себя Прыгнуть выше головы Это классно Это по-настоящему классно И когда ты понимаешь Что да Ты крут стал Вот с этой властью Но даже Не она тебя делает Все равно ты больше Все равно ты нечто К вечности Относящееся И когда ты эту власть Перешагиваешь То есть допустим У меня там конфликт был С коллегами Рубились 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 Меня подсиживают Я подсиживаю У меня лучше получалось Я мог там рубиться В этого царя горы Играть еще очень долго Меня не увольняли Но я понимаю Что у меня образование Не зависит от них Не отчислят И соответственно Я беру просто увольняюсь Просто меня осенило Что все Надо это бросить И пусть даже кто-то там Сочтет что он победил Что как бы Это знаете как в Америке Я был там Куры жили Курятник И петушок так бегает Вокруг них Идешь рядом Он постоянно бежит Но не добегает Метра полтора Потому что Все таки я крупней Но мимо проходишь Каждый раз Когда проходишь мимо Петушок издавал Такой очень громкий крик Ну все Он меня прогнал Как говорится Все девки Все куры его Так вот примерно Здесь то же самое Может быть кто-то там Когда я уволился Издал вот этот петушиный крик Что прогнал Но я просто сам решил прекратить Жалко жизнь на это просаживать И власть конечно Приятная штука Но вот что называется Побаловаться наркотиком Но чтобы не затянуло Она же затягивает зараза Вот Поэтому это опасное баловство Может затянуть Побаловаться Но не более Все вот Ну сосчитался там С этими директорами Там Порубал немножечко Хамом показал Их истинное место Ну и хорош Все На это жизнь сливать не стоит Поэтому вы становитесь В конечном счете Рабом самого себя Вам нравится Вот у вас есть куча вещей Которые нравятся И вы становитесь Их рабом То есть рабом своей Недоразвитой личности К сожалению Потому что эти вещи Они мешают развитию личности Они Человека очень сильно сужают На самом деле Чтобы реализовать власть В налоговой Много ума не надо Там достаточно знать Два-три документа И как говорится Знать ключевые ошибки Что вот все налогоплательщики Совершают ошибку здесь Здесь Еще вот здесь Я за неделю Я пришел с колледжа Я за неделю Освоил работу так Что я носом тыкал Юристов с 20-летним стажем Еще с советским образованием А это не трудно Юрист делает там Не знаю Кучу работы В том числе Сектор ваш Там регистрацию юрлица И там Не знаю На 100 листах Он сделал две ошибки Но я знаю Что эти две ошибки типовые Их делают 80% И поэтому он приходит И Ошибка Сходу Как это Как ясновидящий Потому что она там С 80% вероятностью будет Пошел вон Все И юрист В какой-то момент Начинает считать вас Офигенным юристом Как-то даже Кто-то начинает Кто-то нет Но некоторые считали Что да Круто Давайте вот с вами посоветуемся А я кроме этих двух запятых Не знаю Но их знаю точно Поэтому Властвовать в налоговой Легко Это не власть ума Это власть самодурства По большому счету Крючкотворства Это очень сужает личность И в этом плане рабство Рабство Да самому себе Своим прихотям Рабство Да бесу В конечном счете Это от лукавого Наркотик от лукавого Все что вштыривает Это от лукавого Вштыривает вот таким образом Там с кем-то поквитаться Отомстить Это от лукавого Поэтому рабство Но это вот такое мое соображение Все-таки сам через это Через все проходил